Я бы вам мозг пересадил, но боюсь, что не приживется. На этой неделе он, всея Руси, который сначала одобрил полет в космос ипотечной ставки, а потом допустил повышение цен на недвижимость, выкатил новые условия для жилищного кредита. Стоит ли говорить, что новая коробка для россиян стала совсем недоступной? Попробуем разобраться сегодня. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Да, друзья, отчасти это действительно правда. Да, государство сегодня делает многое, чтобы россияне женились, чтобы заводили детей и чтобы развод стоил для них максимально дорого. Но, к сожалению, реалии таковы, что даже будучи в браке, имея ребенка, шансы на халявную ипотеку все равно начинают стремиться к нулю. На этой неделе стало известно, что в некоторых банках России начали заканчиваться лимиты на выдачу семейной ипотеки. Такую ситуацию аналитики заметили в Сбербанке, Россельхозбанке, Уралсибе, а также в Почта и Т-банках. Об этом сообщили в РБК недвижимости. Заметив тенденцию к снижению лимитов, остальные финансовые организации тут же отреагировали на ограничения ужесточением условий по жилищным кредитам. Одни подняли первоначальный взнос до 50%, вторые стали оформлять льготную ипотеку только зарплатным клиентам, третьи и вовсе предлагают квартиры по смешанной ставке, часть из которой является рыночной. Такими действиями банки надеются протянуть программу льготного кредитования хотя бы до конца года. Но Минфин уверяет, в ближайшее время ситуация должна наладиться. Новых лимитов, конечно, не появится, но будут перераспределены те, что находятся в категории овер в других банках. Ну а рывок это или прорыв? Решайте сами. Но Смайли, где велико желание пробить себе лоб ладонью, полагаю, придумали не случайно. Хотя если чему-то и суждено пробить наши головы, то лучше пусть это будет ладонь, а не деревянная балка, которая на этой неделе чуть не лишила россиянина мозгов. Ситуация произошла в Петербурге, когда владелец умного китайского авто, название которого я точно не выговорю, проезжал мимо стройки. В какой-то момент автоматическая система подруливания вышла из-под контроля и допустила наезд на стоявшие вдоль дороги строительные леса. В результате чего падающие балки прошили салон автомобиля буквально насквозь. Вот так вот, мне чудом башку не пробило. Хорошо, сзади не было пассажиров. Вот так вот загнуло заднее сидение. Две доски. Одна застопорилась в водительском сидении, вторая прошла насквозь салон и попала прямо на заднее стекло. Вот она. Сейчас бы здесь висела моя башка. Сказать, что водитель родился не только в рубашке, но еще и в бронежилете, это не сказать ничего. Ведь эта балка реально целилась ему в голову, а он взял и увернулся. Хотя в свете последних событий, когда в руках, карманах и ушах начали взрываться различные гаджеты, я нисколько не удивлюсь, что охота началась и на русских. Вы, конечно, знаете мое отношение ко всякого рода теориям заговора. Я категорически не понимаю все фантастическое и инфернальное. Но в этой ситуации я реально начала верить в восстание машин. Правда, восстание только китайских машин. Потому как с русскими такого бы точно не произошло. Ну или произошло, но только в одном случае, если бы эти балки ну никак не вмещались бы в машину. А перевезти их нужно было бы по зарез. Но прислушайтесь к моему совету. Не травмируйте машину и не впихивайте невпихуемое. Впрочем, я бы сказала, это и отечественному производителю российских машин Largus. Но уже поздно производство запущено. Да-да-да-да. Россия взялась за электрокары. 200 штук из которых появятся на свет к концу уже этого года. Обещается, что автомобиль будет оснащен отечественной батареей и стартанет с двух кузовных вариантов – универсала и грузового фургона. Правда, стоимость такого нововведения может оказаться отнюдь некомфортной. Эксперты автомобильного рынка уже успели сравнить новую электричку Largus со старой известной Теслой. Цена одинаковая, а уровень ожидания сильно разный. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин утверждает, что за 4 миллиона в Largus не будет электрических стеклоподъемников, а поедет он намного хуже Теслы, из которой, если убрать задний ряд сидений, получится очень вместительный автомобиль. Так что кем будут те счастливчики, которых заставят эксплуатировать авто, пока не ясно. Но, судя по призывам Собянина пересаживаться на электричке, новыми автомобилями вполне могут начать снабжать столичные административные ведомства. Но если электрокар начнут скупать москвичи, то, возможно, эта участь обойдет госслужащих стороны. Вот только я пока нигде не нашла подтверждения того факта, что российские энергетические мощности смогут обеспечить бесперебойную подачу топлива для всех появившихся Largus. В столице там может быть и да, но все, что дальше, Москвы может резко потеряться в темноте. У нас в Екатеринбурге, например, это зимой, из-за частых технологических нарушений в распределительной сети без света сидели целые городские районы. А почему, спросите вы? А я вам отвечу. Потому что районы прирастают, стройка ширится, а новых энергоподстанций никто не строит. Ведь новые дома подключают к старому изношенному оборудованию. В результате мерзнем всем городом. Я, кстати, в этом году все прелести цивилизации прочувствовала на себе. В моей квартире нет газа, и в случае отключения электроэнергии мне приходится есть холодную еду, сидеть без связи, если я не зарядила вовремя телефон, и спускаться с 27 этажа пешком. Причем, опять-таки, в кромешной темноте. Поэтому, чем и как мы будем заряжать наши электрички, лично мне пока непонятно. Да и денег, собственно, на такую роскошь у меня нет. Поэтому, позавидую молча. А вот у кого деньги точно есть, так это у России, которая, как выяснилось, в пятницу собирается потратить целых 4 миллиарда рублей на строительство учебного центра. И все бы ничего, но в Таджикистане. СМИ утверждают, что идею лоббировал небезызвестный депутат с фамилией Затулин, который утверждал, что подобное масштабное заведение поможет России сохранить свое влияние на Средней Азии. Но так ли это и это ли является истинной причиной продвижения идеи в депутатские массы? Впрочем, часть коллег Нижней Палаты Российского Парламента на инициативу Затулина посмотрели крайне неодобрительно, заявив, что за российские деньги мы вполне можем выстроить себе храм русофобии. И отследить, а равно как и пресечь, это будет уже невозможно. Немножко странно за российские деньги продвигать антироссийские нарративы в школах, которые позиционируются как форпосты дружбы. Да ладно, что там будет. Уже сейчас мы не можем повлиять на ситуацию, произошедшую в Узбекистане. Там на этой неделе местная учительница, как котенка, отаскала шестиклассника. И все за то, что он попросил ее говорить по-русски. Власть Узбекистана пытались замять дело, предложив родителям школьника либо смириться, либо покинуть место пребывания. Тогда в дело вмешалась уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она сказала, что будет контролировать каждый этап доследственной проверки и не допустит подобного общения с российскими детьми, где бы они ни находились. И знаете, какой на это последовал ответ? А я вам скажу. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров вместо каких-либо пояснений предложил МИД России в лице Маши Захаровой заниматься своими внутренними делами. Разозлило ли это Захарову, пока не ясно. Но автобусы, которые мы им передали для перевозки узбекских детей до школы и обратно, мы пока не потребовали. Вот и получается, что это одна игра в одни ворота, где ты за свои же пряники еще и пи***с. Так стоит ли выделять эти 4 миллиарда на школу в Таджикистане? И не лучше ли будет на эти деньги отремонтировать школы России? В некоторых поставить теплые унитазы, а где-то установить кулеры и кондиционеры. Потому как прошедшее ЕГЭ наглядно показало, терять сознание наши школьники начали не от того, что нервничали, а от того, что в классах банально не хватало воды и воздуха. Поэтому я не знаю, как там рассуждает Затулин, но деньги нашим школам явно нужнее. Хотя, может, по этому поводу есть свое мнение у вас. Выскажитесь в комментариях, стоит ли нам покупать лояльность на миллиарды российских рублей, или все-таки деньги должны остаться в казне. Просто, возможно, я чего-то не знаю, поэтому с удовольствием почитаю все ваши комментарии. Ну, на этом у меня все, друзья. Вторая же часть новостей, напомню, выходит только на нашем канале Ермак Медиа и не дублируется в дружественных спецпроектах. Так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, и мы с вами точно не потеряемся. Увидимся через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok